МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 3 сентября 1970 года в Ленинграде в спальном районе Купчино собрались жители всех соседних домов. Событие было знаковым не только для города, но и целой страны. В доме номер 90 на улице Бухарестская открылся первый в СССР универсальный продовольственный магазин самообслуживания Фрунденский, аналог западных супермаркетов. Универсам со статусом образцово-показательного проектировала команда инженеров под руководством главного архитектора Гипроторга Олега Великорецкого. В наши дни от универсама, увы, осталось только название. В нулевые издания полностью реконструировали, и теперь его облик можно увидеть разве что в фото и видеохронике. Почему открытие Фрунденского вызвало такой небывалый ажиотаж, и чем еще запомнилась эпоха 70-х, расскажем в новом выпуске программы «Вкусно по ГОСТу». Сегодня вы узнаете, чем удивляли иностранных гостей на кремлевских банкетах во времена Леонида Брежнева, кто изобрел рецепт от знаменитого советского торта «Птичье молоко» и почему «Рыбный день» в стране советов решили повторить на БИС. Такого советские покупатели еще не видели. Огромный зал площадью 1200 квадратных метров, открытые стеллажи с товарами, множество касс, корзинки и тележки. Появление Фрунденского стало настоящей революцией в торговле. Ведь шоппинг по-советски выглядел так. Чтобы купить даже самый простой набор продуктов, нужно было занимать места минимум в трех очередях. Сначала в каждый из отделов выбрать и взвесить товар, потом узнать его цену от продавца и отстоять у кассы, а после вернуться обратно к прилавкам, предъявить чеки, потолкавшись вместе с теми, кто только взвешивал товар или ожидал этого момента, и только тогда забрать покупку. Порой на такой изматывающий квест уходило достаточно много времени, а уж сколько нервов. Так что магазины будущего, созданные в 70-х по образцу западных супермаркетов, существенно облегчили жизнь советских людей. Ну, опять же, витрина социализма. Согласитесь, они открывались не в Омске. Создавать в Омске супермаркет было нерационально. Поэтому, естественно, что подобные вещи, они создавались в брендовых городах, Москва, Ленинград, да, там, где это можно было показать, что вот, смотрите, ассортимент возможностей социализма и так далее. В 1967-м вышло постановление о мерах по дальнейшему развитию и улучшению общественного питания в РСФСР. Документ подвергал жесткой критике руководителей многих территорий за плохую организацию диетического и школьного питания, за слабые темпы развития учреждений общепита, низкое качество блюд и культура обслуживания. В качестве мер по выходу из сложившейся ситуации, помимо традиционных указаний «повысить, улучшить, ускорить», предписывалось увеличить выпуск сосисок и сарделек, полуфабрикатов, первых и вторых замороженных блюд, а также кондитерских изделий. Кроме того, Министерство пищевой промышленности обязали разработать рецептуру новых видов консервной продукции, повысить качество выпускаемых суповых заправок, а также соусов. Одним из самых любимых продуктов у жителей Советского Союза был майонез «Провансаль» или «Столовый». Его промышленное производство началось в 30-х годах по инициативе тогдашнего наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна. Но как раз в брежневскую эпоху этот соус обрел небывалую популярность. Именно в 70-е в моду входят так называемые «мешанные» или «слоеные» салаты. Селедка под шубой, генеральские, мимоза и другие. Сколько лет этому рецепту сейчас, наверное, не вспомнит уже никто. В советские времена вообще в условиях продуктового дефицита готовить приходилось из того, что было под рукой или можно было достать в магазине. Свежие овощи, фрукты, колбаса, яйца, сыр, майонез, чеснок. В общем, вот такой незамысловатый набор ингредиентов у этого салата. Но зато получается достаточно сытно, вкусно и, что немало важно, нежно. Вот так и называется салат нежный. Так? Так, а для того, чтобы он получился нежный, тут есть особый подход. Нужно все нарезать соломкой тонкой. И есть хитрость по подготовке огурца. Огурец мы нарежем соломкой, добавим туда чеснок, лимонную кислоту. Он как бы промаринуется. И оставим его на 15-20 минут. Пока я займусь приготовлением огурца, попрошу вас подготовить оставшиеся компоненты, нарезав их соломочкой. Хорошо. Колбасу какую чаще всего в этот салатик использовали? Наверное, ковареную? Ну, использовали вареную, молочную, докторскую. Ну, или можно было ветчину использовать. Мы соединили огурцы, чеснок и добавляем лимонную кислоту. Перемешиваем и оставляем огурцы в таком состоянии на 15-20 минут. Я подготавливаю яблоко, а вы сыр. Яблочко обязательно брали кислое, твердое, чтобы оно в салате вот создало этот вкус необычный свой. Сыр твердых сортов, скорее всего, или можно было использовать плавленый? Нет, здесь именно твердый. Яйцо мы для оформления оставим нарезом долькой и два будем нарезать. Помидор для оформления. Огурцы наши готовы, промариновались, но они выделили сок, поэтому мы немножечко их откинем на сито, чтобы отделился от них сок, и в салате сока этого лишнего не было. Теперь будем соединять наш салат. Половину майонеза давайте сюда, остальную при подаче мы сверху оформим. И важно салат перемешивать вот такими движениями, чтобы сохранилась нарезка в салате, а не стала кашицеобразной массой, и поэтому мы весь майонез-то сюда и не добавляем. И начнем оформлять. На листики салата, как правило, выкладываем салат. Оставшийся майонез вот теперь мы поливаем сверху. Ну что ж, друзья, наш салат, который на сей раз называется нежный. Да, он несколько похож на те салаты, которые мы привыкли делать зимой. Тем не менее, экспериментируйте с продуктами, ингредиентами, запоминайте именно этот рецепт, ну и получайте гастрономическое удовольствие. И, как всегда, приятного аппетита. Рецепт салата нежный. Нарежьте огурец соломкой, добавьте чеснок, лимонную кислоту, растворенную в небольшом количестве воды, и оставьте на 15 минут. Затем процедите, чтобы отделить сок. Нарежьте соломкой колбасу, сыр и яблоко. Измельчите яйцо и зелень. Соедините компоненты и заправьте майонезом. Выложите салат на тарелку, украсьте майонезом, дольками помидора и яйцом. Нравится вкусно по ГОСТу? Ставьте лайк и переходите в наши соцсети. Там вас ждут сотни рецептов проверенных временем. Подписывайтесь и радуйте себя и своих близких вкусными рецептами. Период с конца 60-х по 1979 год вошел в историю как период разрядки международной напряженности. Конечно, касалось это прежде всего отношений между СССР и США. К началу 70-х между двумя крупнейшими державами был достигнут ядерный паритет, а диалог на равных, как известно, проще. 22 мая 1972 года начался первый официальный визит президента США в Советский Союз. Ричарда Никсона вместе с супругой и ближайшими помощниками разместили в Кремле в гостевых апартаментах рядом с оружейной палатой. Всего за неделю мировые лидеры подписали договор об ограничении стратегических вооружений. Хорошие отношения выстраиваются у генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева с лидерами Франции, Федеративной Республики, Германии и других стран Европы. Укрепить хрупкую международную дружбу помогает и кулинарная дипломатия. Официальные и неофициальные встречи глав государств сопровождаются грандиозными застольями. Легендарный кремлевский шеф-повар Виктор Беляев рассказывал о традиции, продержавшейся на особой кухне десятилетиями. В советские времена для таких банкетов-перов готовились специальные длинные столы. Корабли, через которые натягивалась лента или струна, по ней, как по линейке, и выставлялись все основные блюда. Заморских гостей удивляли жареными поросятами, двухметровыми красавцами-осетрами, фаршированными судаками и запеченными глухарями с начинкой из мяса черносливы и кураги. А еще Брежнев обожал знаменитую тройную уху. Кулинарные пристрастия отражали увлечение генсека. Он был заядлым охотником и рыбаком. Кстати, именно во времена правления Леонида Ильича в СССР вернулся рыбный день. Причины были очень разные. С одной стороны, это следствие развития рыбной промышленности и следствие роста промысла. Промышленность развивается, промысел растет. А сбыт, он не в традиции потребления рыбы, не в традиции советского общества. То есть получается экономически неэффективный процесс, который нужно каким-то образом подстегнуть, создать какие-то условия для реализации этой продукции. Второй фактор – это рост цены на мясо и рост дефицитности мяса в силу процессов, которые были запущены в предыдущее время. Ну что ж, друзья, всем известно, что далеко не все дети любят рыбу. Тем не менее, этот продукт не только важен и полезен для детишек, но также и для взрослых. Поэтому родители часто идут на различные ухищрения. Вот поэтому сейчас мы хотим вам предложить рецепт блюда, который не только красиво внешне, но и прекрасно на вкус. Это советские рыбные каштаны, которые мы и сделаем. Да, и для начала мы с вами замочим хлеб в молоке. Мы используем, как всегда, черствый пшеничный хлеб. Поломаем. Вес корок. Все, пускай замокаем. Да, и потом готовим фарш и начинку. Фарш мы делаем из рыбы. Да, и вот этот хлеб тоже пропустим. Пропустим. Какая у нас рыбка, давайте расскажем, какое использование. Мы используем рыбу любую. Главное, чтобы она была с небольшим содержанием костей, как традиционно минтай, может быть, горбуша. Мы будем использовать чистое филе. Это без кожи и без костей. Пока Александр будет заниматься рыбой, я начну приготовление соуса красного основного для подачи. Для приготовления соуса мы нарезали лук и морковь соломкой. Здесь нарезка может быть абсолютно произвольная, потому что мы потом соус будем блондерить. И в раскаленный жир мы добавляем лук, пассеруем его до полупрозрачного состояния. Затем добавим морковь. Добавляем томатную пасту. Ну и добавим сюда, чтобы овощи протомились, рыбный бульон. Мы его приготовили заранее. Для рыбного бульона используют рыбные пищевые отходы. Это может быть голова, без глаз и без жабр обязательно кости, кожу, плавнички. Ну и вот наши овощи пусть тушатся минут 15-20. Ну и пока овощи наши тушатся, нам необходимо спассировать муку для соуса. Мы ее будем пассеровать без жира. Пассеруем до коричневого легкого цвета. Ну и так вот лучок мы нарезали. Слегка его необходимо посыпать солью и слегка-слегка придавить ложечкой, чтобы он не рассыпался, когда будет начинкой в массе. Яйцо для начинки можно нарезать мелко, а в предприятиях его можно было и натереть на терке. Мука готова, мы ставим муку охлаждать. Начинка готова. Фарш мы перемешаем, сейчас доведем его до вкуса. Массу мы хорошо перемешиваем. Сейчас мы будем порционировать нашу котлетную полученную массу и приступим к приготовлению полуфабрикатов. Руки лучше смачивать, конечно, в воде. Ну и приступаем к приготовлению наших каштанов. Значит, берем массу, делаем из нее лепешечку. Внутрь лепешки мы укладываем нашу начинку и защипываем края, придавая форму шарика. И отправляем в панировку. Они будут жариться во фритюре, поэтому у нас мука скрепляет массу, потом в яйцо и потом сухари. Теперь мы будем жарить наши каштаны во фритюре. Каштаны наши готовы после фритюра, но они могут быть сырыми внутри. И для доведения до готовности каштаны ставим в жарочный шкаф с температурой 180 градусов. И время примерно 10 минут. Ну и пока каштаны готовятся, мы приготовим для них соус. Я буду разводить мучную пассеровку, а вас попрошу все овощи проблендерить для соуса. Довожу до кипения разведенную мучную пассеровку и выливайте сюда мне сразу. Соединяем овощи, соус. После того, как мы соединили все компоненты соус, провариваем еще 10-15 минут. До вкуса мы доводили его солью. Можно добавить перец, чтобы на поверхности соуса не было пленочки и он стал более такой жирненький. Мы, называется, защипываем, бросаем кусочек сливочного масла и он растапливается по поверхности. Начинаем наше блюдо порционировать. Мы его подаем как закуску, поэтому мы сначала нальем соус. Итак, друзья, наши каштаны готовы. Уверены, эта закуска не оставит равнодушным ни одного члена вашей семьи. Рецепт рыбных каштанов. Замочите хлеб в молоке, соедините с рыбой и измельчите с помощью мясорубки. Затем добавьте соль по вкусу и отбейте массу. Для начинки нарежьте зеленый лук, посыпьте солью и придавите ложкой. Затем добавьте измельченное на терке яйцо. Сделайте из фарша лепешки. В середину выложите начинку и сформируйте шарики. Запанируйте изделие в муке, затем опустите во взбитое яйцо и снова запанируйте в сухарях. Обжарьте каштаны во фритюре. Поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов на 10 минут. Для соуса измельчите лук и обжарьте до полупрозрачного состояния. Затем добавьте морковь и жарьте до мягкости. Добавьте томатную пасту, рыбный бульон и тушите овощи 15-20 минут. Затем измельчите овощи с помощью блендера. Соедините пассерованную муку с бульоном и доведите до кипения. Добавьте овощи, посолите и варите до загустения в течение 10-15 минут. В конце приготовления добавьте сливочное масло. Подавайте каштаны с соусом. Споры о 70-х, противоречивом десятилетии в истории СССР, не утихают до сих пор. Кто-то считает брежневский период эпохой застоя, торможения и стагнации. Других одолевает ностальгия, и они считают это время золотой порой собственной жизни. Вспоминают рекорды в нефтедобыче, всесоюзную стройку БАМа, запуск Красноярской ГЭС и сход с конвейера первого КАМАЗа. А их оппоненты укажут на серьезные проблемы в сельском хозяйстве, товарный дефицит, рост коррупции и преследование инакомыслящих. И даже кухня 70-х не нашла однозначных оценок историков и современных кулинарных блогеров. Так что и сейчас ведутся дискуссии о том, куда отнести этот период к эпохе развития или, напротив, деградации общепита. Но сходятся спорящие как минимум в одном – 60-е и 70-е годы – это расцвет кондитерской промышленности СССР и домашней кулинарии. В реалиях очередей дефицита советские люди все-таки умудрялись хотя бы ненадолго погрузиться в сладкую жизнь и поразить соотечественников и иностранцев невероятно вкусными десертами. Здесь, в столичном ресторане Прага, работал легендарный советский шеф-кондитер Владимир Гуральник. Именно он в 1978 году придумал торт «Птичье молоко», очереди за которым выстраивались по всему Арбату. Собственно, сам торт стал результатом того, что Владимиру Михайловичу попал в руки рецепт пирожного день и ночь. Случилось это на всесоюзном конкурсе кондитеров. Пирожные тогда привезли в столицу ленинградские кондитеры, а Гуральник лишь усовершенствовал рецепт, добавил ингредиенты, увеличивающие срок хранения продукта. Ну и приготовил торт. Торт «Птичье молоко» настолько полюбился сладкоежкам, что кондитерскому цеху Праги пришлось срочно увеличивать его производство в 10 раз – с 50 до 500 штук в день. В это время советские хозяйки удивляли гостей домашними десертами, сохраняя в отдельных тетрадках самые интересные рекомендации из журналов «Работница» и «Крестьянка», или заимствуя рецепты сладостью подруг и соседей. Заварные, песочные и слоеные торты, корзиночки и орешки со сгущенкой, вафли и бисквиты для семейных банкетов не жалели силы времени. 70-е годы в СССР – это эпоха расцвета кондитерки, как в промышленности, так и на домашней кухне. И, конечно же, многие помнят такое изделие, как сладкий рулет, который мы сейчас с Людмилой и приготовим. Да, рулеты готовили как раз кондитерские цеха, целое производство, а дома тоже хотелось что-то приготовить вкусное, издобное. И вот придумали такой рецепт рулета, очень простой. Мы берем сгущенное молоко. Добавляем яйцо. Перемешиваем. Добавим сюда небольшое количество соды, для того, чтобы изделие получилось более рыхлое. Ну и в любое тесто мы всегда добавляем соль. Ну и потом высыпаем муку. Будем замешивать тесто до однородной массы, чтобы все комочки у нас растворились. Ну и подготовим лист. Мы его смажем растительным маслом. Тесто готово. И выливаем его вот на лист. Здесь очень важно соблюдать толщину. Главное, чтобы тесто было не толстым слоем, иначе потом его очень сложно завернуть. Ну, где-то примерно слой 0,5 сантиметра. Ну и отправляем его для выпечки. Температура 180. Время выпечки составляет от 7 до 15 минут. Все зависит от духовки, в которой вы будете выпекать изделие. Так. Здесь очень важно, очень быстро. Чтобы он у нас не остыл, а то потом не скрутим мы его, правильно? Да, это самое главное. Нужно очень быстро отделять его от формы и от бумаги. Перекладываем на другой лист. И быстро смазываем его повидлом. И очень быстро необходимо его свернуть. И мы его оставляем для остывания. После того, как рулет остыл, а лучше ему дать остыть часа 2-3 при комнатной температуре. А можно испечь и в ночь и оставить. То есть зависит от того вашего желания, сколько у вас времени и терпения хватит до того, как его попробовать. Разворачиваем. И произведем отделку. Но мы с вами говорили о чем? Что мы здесь используем в качестве начинки повидло. А начинка может быть другая. Здесь могут быть повидло, могут быть сухофрукты, может быть вареное сгущенное молоко. Ну и теперь будем его оформлять. И украшать. Для оформления мы будем использовать веточки мяты у нас сегодня есть. Ну что ж, дорогие друзья, наш сладкий рулет готов. Главное в этом деле не медлить. И приятного вам аппетита. Рецепт бисквитного рулета на сгущенном молоке. Соедините сгущенное молоко с яйцом и перемешайте. Добавьте соду и соль. Всыпьте муку и замесите тесто. Выложите массу на противень, смазанный растительным маслом. Выпекайте 7-15 минут при 180 градусах. Смажьте горячий бисквит повидлом и сверните в форме рулета. Оставьте на 2 часа. При подаче посыпьте рулет сахарной пудрой. Украсьте мяты. Чтобы представить, как выглядел праздничный стол в 70-х, достаточно в очередной раз пересмотреть бессмертное творение Эльдара Рязанова. В фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром», снятом в 1975 году, в кадре засветился не только традиционный новогодний салат Оливье. Герои вспоминают о крабах и заливной рыбе, ставят на стол яйца под майонезом, шпроты и копченую колбасу. А судить о том, какая же все-таки она была брежневская эпоха, застоя или застолья, оставляют нам, зрителям. Но мы по-прежнему ставим на стол блюда, рецепты которых наши бабушки передавали нашим мамам. А уже они и делились кулинарными секретами с нами. А все потому, что раньше было вкуснее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин